Всем привет! С вами Елизавета Кировская, и в этом видео, возможно, очень часто будет темно. А все потому, что я на Ямале, в городе Салихард. Тут уже наступает полярная ночь, и зато есть все шансы увидеть северное сияние. Я безумно рада, что мне удалось его увидеть. Буквально пять минут я там побыла, на набережной. У меня сел фотоаппарат от холода, у меня вырубается от холода телефон. Это очень супер, прям здорово, я очень рада. Салихард — единственный город в мире, расположенный прямо на полярном круге. Вдоль него проходит 66-я параллель, чему даже вот посвящен отдельный монумент. Стелла, которая возвышается на дороге между городом и аэропортом, и в темное время суток очень красиво подсвечивается. Прошла вдоль параллели. Снег здесь лежит 200 дней в году, что делает Салихардский климат одним из самых суровых. А жители Ямала говорят, что оленей здесь живет гораздо больше, чем людей, и это чистая правда. На 550 тысяч жителей приходится 770 тысяч оленей. Добирялось я сюда двое суток из Нижнего Новгорода с пересадкой в Иркуте. Пусть проходил через Уральский горный хребет, было очень красиво. Но поезд ходит лишь до города Лабытнанги, это вот на той стороне реки Обь. На тот момент, когда я приехала, река еще только-только замерзла, и до Салихарды по реке Обь я ехала на воздушные подушки. Еще совсем недавно для посещения города Салихард даже гражданам из других регионов требовалось разрешение, так как город был закрытым, но эти времена уже далеко позади. Рядом с причалом. Власти Салихарды установили здесь, на въезде, такой вот памятник. И интересная фишка. Каждый раз его наряжают во что-то интересное. Когда был чемпионат мира по футболу в России, он был одет в футбольный костюмчик. Когда была пандемия, на мамонтенке была маска, ну и зимой ее наряжают в шубке на натуральных мехах. Сейчас вот пока еще не успели никак нарядить. В Салихарде я уже была однажды, кажется, это был август 2009 года. С тех пор город очень изменился, появилось ему много граффити. Посмотрите, какое интересное. Также начался массовый снос старых ветхих зданий и застройка новых ярких высоток. Облик нефтегазовой столицы все-таки должен соответствовать. В Салихарде часто можно увидеть вот такие вот провода на улицах, как они тянутся к машинам. Эти провода заряжают машину. То есть многие на ночь подключают к машине. Один конец, второй конец к розетке. И машина, так сказать, заряжается и за ночь не садится. То есть если на следующий день будет резкое похолодание, то она сможет завестись. Так здесь делает почти каждый житель, и это нормальная практика. Самое главное, что провода просто валяются под окнами на улице, и никто их не украдет. Многое поменялось на Ямале, но не ресторан над мостом факел. В прошлый мой приезд я там была. Оттуда открывается очень красивый вид на город. Подняться в ресторан можно вот по этим ногам. Там лифты. Сейчас ресторан закрыт, говорят, цены там были очень высокие. Рядом с мостом факел на берегу реки Шайтанки возвышается алюминиевый 6-метровый памятник оленю. Он был изготовлен в 2005 году в Минске, а установлен здесь, когда Салехард отмечал свой 410-й день рождения. На памятнике есть стихотворные строфы, посвященные северному оленю. В сказках древнего Ямала, в песнях новых поколений Всюду словом благодарным люди чествуют оленей. Я наткнулась на памятник паровозу. Это известный памятник в честь трассы номер 501. Это был такой современный ГУЛАГ. Ее строили жертвы политических репрессий. И здесь вот есть даже табличка. Железный путь на самый край земли. Был беспощадно с судьбами людей уложен. Строительство номер 501. ЧУМЛАБЫТНАНГИ САЛЕХАРТЫ ГАРКО. 1947-1953. Дела и судьбы не забыты. Суть в чем? Суть в том, что дорога номер 501 так и не была построена. И теперь остатки ее расположены как раз вдоль городов ЧУМЛАБЫТНАНГИ САЛЕХАРТЫ ГАРКО. И некоторые туристы туда даже приезжают посмотреть на то, что еще осталось. До 1933 года Салихард назывался Абдорск. Основан город был 400 лет назад под названием Абдорской крепости. Первыми его жителями были казахи. На территории Салихарда до сих пор сохранилась Абдорская крепость. Абдорская крепость Я видела у многих блогеров, что тут всегда все закрыто. Но мне попался какой-то местный сотрудник. Он ко мне подошел и спросил, турист ли я. И стал все здесь показывать. Мы сходили в Никольскую башню. Туда я поднималась. Была сейчас в кузнице, сделала сама монетку. И ходила в церковь. Вот сюда вот. Провел для меня экскурсию. Это выход к причалу. То есть раньше приходили сюда теплоходы. Мы еще разрешили подняться на самый верх. И сейчас посмотрю все. Как обычно, моя любимая деревянная лестница. Подниматься не страшно, спускаться страшно. И вот я на самом можно преодолеть в страх высоты ради этих красивых, замечательных видов. Субтитры сделал DimaTorzok Это елка из оленьих рогов. Неправильно. Молодец. Счастья, здоровья, любви, удачи, добра. Люби детей, хороших тебе друзей, не болей. Спасибо. Это же паница, герб Салехарда. Да. Класс. 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 Ямал. Когда приезжаете на экскурсию в какой-либо регион России, обязательно сходите на местный концерт. Я только что была на губернаторском ансамбле. Этот коллектив мне очень понравился и запал в душу. Мы приехали в природный этнографический комплекс в поселке Горнокнязевск. Открыт он был в 2001 году с целью сохранить местную культуру. Здесь можно познакомиться с историей таких народов, как ненцы, ханты, коми. Обычно здесь бывают олени, но сейчас река еще не встала, поэтому и олени не доставили. Как только река встанет, с гор уральских спустят оленя и по реке привезут сюда, он будет здесь на сонях катать всех желающих. Здесь на территории много разных чумов. Их можно арендовать как почасовая оплата это будет, внутри посидеть что-то поделать, так и просто зайти, пофотографироваться. Внутри чума и снаружи все идентично тому, как есть на самом деле. Так же здесь можно померить шубой из оленей и пофотографироваться в них. Надеваем национальные костюмы. Наряжают меня в ненецкий наряд. В этот раз выбрала белую шубку, потому что в музее я была коричневой. Такая... Ой, хочется сказать, что все шубы из оленя, они максимально тяжелые. Прям, ну, это ужас. И на мне сейчас, наверное, килограммов шесть просто. Тяжести мои руки еле-еле просто. Северный скрайний, это наш дом. Здесь на Ямале каждого ждем. Здесь сам ее вадит коробок. Мы северный дружный народ. Вот такая вот я красивая ненецкая девушка. Кстати, нам здесь предлагали за 500 рублей полный комплекс услуг. С обрядами очищения, с напитками внутри чума. Но мы решили так самостоятельно здесь погулять, все посмотреть. 200 рублей вход с человеком. Вот это чум для того, чтобы гости могли просто отдохнуть. Те, кто арендует его по часам. Тут растапливается печь, заваривается чай. Все сидят, вот там вот оленьи шкуры, подушки с национальной вышивкой. Печь. За печь женщинам запрещено заходить. Вот там. Сверху на тебя капают снежинки. И чум полностью из оленьей шкуры. Вот там вот Уральские горы, там Салихард. А вот так вот, прям вдоль дороги, стоят чумы. И в них живут местные жители. Сейчас, видимо, они куда-то отошли. Еще на противоположной стороне дороги, где, казалось бы, стоял один чум. На самом деле, здесь целое поселение. Тоже приехали посмотреть. Вот у них там сани. На них они все перевозят чум, который ставят. Но он еще не поставлен. Вот здесь вот печь топится. Сани, они все делают сами. Все. В центре Салихарда открыт большой музейно-выставочный комплекс. Он носит имя священника Ивана Семеновича Шимановского. Ну и, конечно, сейчас я пойду туда на экскурсию. Ну что, я в музей Шимановского. Вход стоит всего лишь 250 рублей. Дети бесплатно. И в эту стоимость входят вообще все-все-все экспозиции музея. Начинаем, как обычно, с оттаившего мира. А это зал, который знакомит с национальным народом немцы. Они живут именно так. Вот в таких вот чумах. Реально живут до сих пор. В тундре они кочевники. Вот у них печка. Женщине запрещено заходить за печку. И разрешено гулять только вокруг чума. Женщина не может уходить далеко от своего чума. Мужчина может ходить куда угодно. Внутри вот в них такой быт. Так, они спят. Люлечка, да, тут. Все из натуральных шкур оленей. И сам чум тоже. Перед поездкой я смотрела много интервью. Смотрела много видео. Читала много информации. Чум стоит, как квартира в среднем городе России. Где-то около двух миллионов. Потому что в одном чуме больше ста шкур оленей. А олень это дорогое животное. Кстати, чум ставит женщина сама. Мужчине запрещено это делать. Женщина с легкостью за полчаса ставит чум. Собирает его и все. Домик в новом месте тундры для ночлежки готов. Смотрите, в году 12 месяцев. И каждый месяц северное сияние меняет свой цвет. Вот в мае оно такое. Класс. В марте оно такое. И приходят разные зверьки. А у нас сейчас ноябрь. В ноябре северное сияние вот такое. Ещё один интерактив. Посмотреть, что внутри. Тут в музее можно сфотографироваться в национальных костюмах. Это вот манница. А вы покажите нам манницу на манекене. Я снимала. А это шубки. Вот, на выбор. Я выбрала вот эту красивую. Есть ещё вот для детей такие вот шубки. Это всё олень. Ещё здесь можно погладить зверя. Олень вот на самом деле очень мягкий. У неё такая шерсть. У белого медведя, ну, такая уже пожёстче. У Шамановского приехала временная экспозиция. Называется СССР. И тут всё представлено, как раньше было. Тоже очень много интерактивов. Радио. Оно даже работает. Любимая песня СССР. Ничего не играет? Играет. Нет. Это классика русского рока. Слушай. Ну, тебе, наверное, неинтересны будут эти песни. Тут даже представлены игровые автоматы, которые были раньше. Да, вот так вот раньше всё было. Давай, играй. Вот, например, Беларусь. Краткое описание. Костюмы. Напротив музея Шамановского открыт торговый павильон «Дары Ямала». Здесь торгуют местной рыбой, консервами. Ведь очень часто из Селехарда в качестве сувениров везут именно оленину и рыбу. Если для вас «Дары Ямала» это очень дорого, можно приехать на рыбзавод и уже здесь купить местные рыбки. Рыбка и вот там вот оленина. Не знаю, какие тут цены. Сейчас посмотрю. Тут даже какие-то особые деликатесы продают. Каждый год в конце марта, начале апреля. В Селехард приезжают толпы туристов. А всё потому, что здесь отмечают день оленевода. Немцы приезжают на оленях из тундры и устраивают катания на оленях, конкурсы различные, продажи каких-то особенных вещей. Ну и, конечно, дегустация местных деликатесов. Строганина, оленина. В общем, веселятся по-настоящему, по-северному. По машинам. Таша, рукавички к шубе специальные пришит, чтобы было теплее.